Смотрите, девочки, какая у нас сегодня погода. Сегодня первый раз выпал снежок. Снежок такой пока небольшой. Ну вот я уже сходила в магазин. И, в общем-то, небольшой сугробик и небольшие нами лужи. Девочки, я сходила в магазин, потому что у меня холодильник пустой. Ну и это хорошо, что он опустил. Значит, всякой ненужной еды здесь не будет. Будет нужная еда. Вот. Ну то, что у меня в дверце тут давно уже стоит. Она стоит. И, в общем, я редко когда что ем. В общем, самое главное, что я купила, девочки. Ну первое, что я взяла, это индейку, стейк, грудки. Взяла куриное филе без кожи. То есть такие вот чистые кусочки мякоти. Ну это если вот мясо такое делать на пару. Батон со трубями взяла. Укроп, петрушку, зелень взяла. Взяла фрукты, хурму, бананы, мандарины, груши, яблоки у меня еще есть. Вот такой вот какой-то легкий сыр, девочки. 15 процентов. Я что-то не могу понять, что за сыр. Но надо попробовать. А как же? Попробовать надо. За мороженое взяла вот такие. Рагу овощное, там разные овощи. И овощное три. Вот это вот капуста белая, брокколи и морковка. Ну это знаете, вот если так не буду знать, что приготовить. Раз достала, кинула в пароварку и готовь. Свежие огурчики, помидорчики у меня еще есть. Взяла хек. Вот такой один кусочек хека, раз, тоже на решетку и на пару можно приготовить, например, с овощами, с такими. Прекрасно будет. Ну и я взяла натуральный йогурт. Вообще сейчас просто мне готовить этот йогурт никогда, но в дальнейшем, когда я куплю закваску именно для йогурта, буду уже готовить свой собственный йогурт. Пока что воспользуюсь этим. Этим йогуртом можно фруктовый салат залить, можно обычный салат овощной залить. И так попить. В общем, он малопроцентный, он не сладкий. И в общем, вместо сметанки можно также его использовать. Ну вот и все. Все, что я купила. Осталось только приготовить. Ну а сейчас я буду готовить борщ. Это я мясо сварила отдельно. Бульон я солью, мясо отложу. Ну и в общем-то борщ я сварю отдельно на воде. Девочки, я на сковороду налила буквально совсем чуть-чуть растительного масла. Ну где-то столовую ложку, полторы может быть. И больше. То есть видите, у меня мало очень здесь масла. И вот на среднем огне немножечко балансируем. Помешиваем периодически. И потом я залью томатик, закрою крышкой, и дам этому всему потушиться. Ну до полной готовности. Я думаю, что можно уже заливать. И на единичку поставлю, чтобы она тушилась медленно. Девочки, отдельно в кастрюльку я налила холодную воду. Залила картошечку. И сейчас вот подожду, когда картошка закипит. Тогда уже туда отправлю я зажарку. Зажарка у меня готова. С томатиком, овощи. И положу туда тоже уже кусочки мяса. Бульон я слила. И это будет вариться, пока картошка не сварится. А потом уже я туда добавлю капусточку. Уже покромсала я ее. Капусточку, лавровый листик. Можно будет посолить. И уже когда капуста будет готова, в общем, за минуту до окончания добавим зелень, чеснок. В общем, все. Ну, все, девочки, мой борщик готов. Сажусь обедать. Девочки, у нас уже сугробы навалило на улице ночь. Но вот пока ветер не сдул эти сугробики. Смотрите на трубе, какой сугроб. Да, я представляю, там на улице уже вообще, да, конкретные сугробики. Ну, посмотрим, что будет завтра. Всем приветик, девочки. Ну, вы уже, как понимаете, это уже следующий день. В общем, вчера я пока сварила борщ, пока вот это в магазин сходило, все сделала. Я очень поздно пообедала. И уже на ужин мне уже не хватило сил, при том, что я видео там занималась им. В общем, что-то готовить, как я обещала, там на пару сделать, ничего не сделала. Но на ужин я поела опять борщ. С удовольствием я люблю борщик, особенно когда он свеженький. И, в общем, я говорила, это такое уникальное блюдо. Его можно есть и на обед, и, в общем, и на ужин, когда хотите, хоть три раза в день. От него не поправляются ничего. В общем, короче говоря, так вчера у меня день и закончился. Выпал снег, за ночь уже там сугробы у нас намело. Ну, а сегодня я уже утром проснулась, видео сделала. В общем, следующее я сейчас стараюсь делать быстрее видео, пока я свободна, потому что вот сегодня мне уже надо за внучкой идти в детский садик. Вечером уже будет некогда мне заниматься своими делами. Вот. И я сегодня решила уже заранее приготовить ужин. А на ужин что я решила? Я давно, во-первых, не ела уже гречку. Я так вспомнила, что, в принципе, можно же приготовить гречку и, допустим, индейку. Ну, гречка, она сама по себе суховатая, поэтому, чтобы с подливочкой я решила не на пару делать индейку, а немножечко ее потушить с лучком и чтобы немножечко там была как подливочка. В общем, на ужин у меня будет гречка с индейкой тушеной. Ну, и овощи какие-нибудь, я не знаю, свежие. Там мне квашеную капусту надо съесть уже. В общем, я сейчас уже, как говорила, я буду немножко доедать то, что у меня есть еще, то, что было. А потом уже буду готовить там что-то другое. Ну, на пару это можно, в принципе, в любой день приготовить. Можно мясо на пару сделать, свежие овощи можно тоже на пару сделать. Я думаю, может быть, прикупить еще кабачки, там что-нибудь такое, чтобы не картошку. Раньше я делала картошку на пару с мясом. А сейчас картошку надо заменить, может быть, какими-то другими овощами. Вот. Ну, гречка с мясом – это не раздельное питание, но в любом случае, если это все щадяще приготовлено, то это все равно относится к правильному питанию. Я сейчас не буду прямо на раздельное питание пока что акцентироваться, потому что это получается, знаете, две диеты соблюдать сразу тяжеловато получается. Поэтому, если я сейчас акцентируюсь на холестерине, да, снижать холестерин, то поэтому я тогда не буду именно прямо на раздельное питание, ну, по возможности где-то придерживаться, ну, а нет, так нет. Вот. Ну и все. Значит, что у меня сегодня? Утром я поела мюсли, потому что у меня открытая пачка была. Мюсли поела с молоком обезжиренным. На обед я поела опять-таки борщик с кусочком мяса. А сейчас полник. Кстати, полник надо не пропускать, потому что, ну, как мне врач говорила, вообще нужно 5-6 раз в день есть, но столько я есть не могу и готовить тоже. Поэтому, ну, хотя бы 4 раза в день, как обед, как положено, знаете, завтрак, обед, полник и ужин. Ну, это можно. Это где-то интервал 3 часа получается между этими приемами пищи, да. Поэтому сейчас я приготовлю себе фруктовый салатик. Просто возьму фрукты. У меня есть яблоки, груши, бананы, мандарины. Вот. И я возьму разных фруктов, нарежу себе пиалочку и залью это йогуртом натуральным, белым чистым йогуртом, без всяких там подсластителей, фруктов и всего прочего. Вот. Ну, потому что, вы видели, я купила активию. Там всего 2,5% жирности. Поэтому это лучше всего, конечно, заменить вот именно активии, ну, я имею в виду йогуртом, лучше всего, конечно, заменить сметану или что-то там другое. Вот. Ну, и вот такой вот у меня будет полничек. Ну, а про ужин я вам уже сказала. Ну, вы на сегодня, я больше готовить ничего не планирую. Да, вчера еще я после ужина, уже туда попозже, я поела фрукты. Ну, вот я думаю, что это ничего страшного. Хотя, конечно, фрукты там, сладкие фрукты, они имеют глюкозу. Но все равно это лучше, чем поесть что-то жирное. Это ничего страшного. Я съела вчера хурму и съела вчера мандаринку. Вот и все. Ну, давайте я вам покажу салатик, который я буду делать. Ну, вот, девочки, я беру вот такие фрукты. Я сейчас их пополам сделаю. То есть половину банана, яблока, груши и мандаринки. Вот. И на одну порцию, я думаю, этого будет достаточно. Ну, и залью вот этой вот активе, я уже вам показывала, которую я покупала. И все. Я беру фрукты сладкие и половина кислых. Получается, груша и банан сладкие, а яблоко и мандарин кислые. Чтобы это было не сильно сладкое, не сильно кислое. Вот так. Такой сделаем салатик. Ну, вот я, девочки, нарезала все фрукты пополовинке. Налью чуть-чуть. Ой, надо взболтать. Нальем чуть-чуть йогурта. Ну, так, чтобы оно залилось. И все. Вообще, кому как нравится. Ну, и все это надо есть без сахара. Мне надо без сахара есть. Ну, я надеюсь, сладкие фрукты, они здесь... Сахар, тот, который нужен, я получу. Его будет достаточно. Вот такой вот получается фруктовый салатик. Очень вкусненький. Все, это мой полдник. Девочки, смотрите, у нас деревья еще зеленые, даже листики на них. А уже выпал снег. И уже зима. Ну, вот, ноябрь, ну, смотрите, деревья стоят, многие тополя еще с листьями. При том, что листья еще не пожелтевшие даже. Ну, такое у нас бывает, но редко. Вот так-то. Ну, пойдем, Настюля. Ну, вот, девочки, сегодня у меня такой ужин. Я ужинаю сегодня в 7 часов. Это у меня индейка тушеная с гречкой. И вот немножечко капусты было. И вот капусту надо тоже мне доесть. А Настя у нас сегодня захотела яйца в смятку и хлебушек с маслом. Гречку она уже в садике ела, гречку она не хочет. Мороз и солнце, день чудесный. Красота. Я сейчас проснулась только, открыла окно и смотрю. Так вот повыше, может, лучше видно. Через окно, через стекло снимаю. Красиво, да? Морозно на улице. Видите, на деревьях листья еще не опали. Ну, у нас такое вот бывает. Иногда было такое как-то тоже. Тепло, 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 тепло. Потом резко раз. Морозы. Всем доброе утро, мои хорошие девочки. Такой прекрасный день. Я смотрю на улицы, а там мороз и солнышко, и ветра нет. Это такая погода, которая приятна вот именно зимой. Наступил новый день и новые дела. Куча дел. Я уже сижу, пью кофе и уже думаю так, что сделать дальше. Но готовить я сегодня не буду. Потому что у меня сегодня в меню будет то же самое, что и вчера. На утро я буду есть мюсли с молочком. На обед у меня борщ есть. Также у меня наполнен фрукты с йогуртом. И на ужин у меня есть гречка и еще осталась у меня индейка. Поэтому я готовить сегодня ничего не буду. У меня сегодня в планах там монтировать видео нужно. Как раз вот в выходным, чтобы было что у вас посмотреть. Еще у меня пришла посылочка. Снова интернет-магазина, в котором я еще раньше заказов не делала. Там в посылочке у меня курточка зимняя, курточка осенняя. В общем, две куртки я заказала, еще кое-какие вещи. Но это видео выйдет в конце ноября. И заходите, посмотрите интернет-магазин Bonprix. Там немецкие товары. В общем, другой ассортимент, не такой, который вы видели в Васильке. А еще, девочки, я почитала ваши комментарии. Спасибо за поддержку. Вот мне иногда все-таки нужно слышать от людей именно то, что меня смотрят. Смотрят все, что я снимаю. Кому-то это все интересно. Кто-то смотрит все подряд. Спасибо вам большое, вот именно тем, кому просто интересно. Я и интересен мой канал. И все, что я говорю, и все, что я снимаю, все-все интересно. Вот эта поддержка мне как раз-таки и нужна. Ну, а кто-то пишет, я Василек не смотрю. Я не смотрю вашу готовку. Тогда я не знаю, что вы смотрите. Ну, если вы что-то смотрите, если что-то находите, выцепить между готовкой Васильком. Ну, смотрите тогда то, что вам интересно, в общем, в конце концов. Девочки, ну, а те, кто постоянно меня смотрит, тем, конечно, большая благодарность за добрые слова и за поддержку. Мне это очень нужно, потому что у меня бывает такое, когда, особенно, знаете, когда я читаю комментарии, где пишут, это не нравится, это не нравится. Вы какая-то неадекватная, вот пишет, одна написала. Вы спрашиваете совета, вам дают советы, а вы поступаете по-своему. Ну, девочки, в этом же как раз-таки есть адекватность человека. Советы нужно спрашивать, может быть. Да, я вообще очень редко спрашиваю советы по жизни так. Но советы я спрашиваю для того, чтобы, может быть, убедиться даже в том, что я на верном пути нахожусь. Да, и из всех этих советов совершенно разнообразных, потому что одни пишут одно, другие совсем противоположные. И из этих советов, может быть, я выбираю те, которые мне больше подходят, которые мне больше приемлемы. И делаю так, как мне удобно. И в итоге из этих советов я выбираю то, что мне нравится. Ну, а так как они противоположные, естественно, я же не могу следовать всем прям советам. Всем же людям не угодишь. Так что те, кто смотрит меня постоянно, девочки, почаще, пишите мне комментарии. И особенно поддерживающие добрые слова. Что еще хочу сказать? А насчет гимнастики, девочки. Я вчера с утра проснулась, и вот у меня началась какая-то суета беготня. А вечером уже в садик за ребенком. И я уже вижу, что гимнастику я уже не успеваю сделать. Но у меня была кое-какая пауза. Я легла отдохнуть, и потом думаю, сделаю же я ее хотя бы на диване. И, честно говоря, ну она такая легкая. Я сделала большинство упражнений лежа на диване, смотря телевизор. И, в общем-то, вот эти упражнения поделала. Ну, там может быть парочка упражнений, которые на диване неудобно. Но все равно я как-то ухитрилась их сделать. Но я сделала это, я горда собой. В общем, в конце концов, не важно, где на полу или не на полу. В спортивной форме или просто в ночной рубашке. Но я думаю, что даже хотя бы просто за просмотром телевизора можно эти упражнения, они такие легкие, их поделать, в общем-то. Но это нужно, там, знаете, вот для мышц, для растяжки. И это очень, все равно для организма они нужны. Ну, а насчет похудения. Я, в общем-то, собираюсь продолжать придерживаться такого правильного диетического питания. Если будет что-то новое, вот если что-то буду новое готовить, ну, допустим, не то, что я уже вам показала, да, то я сниму. Ну, я буду снимать понемножку так, не буду сильно прямо акцентироваться. Если прям какое-то новое блюдо, ну, я уже говорила, я сниму отдельно. А так я буду снимать во влогах, мне так удобнее. И вот я заметила, что лучше, конечно, подолгу не снимать вот эти блюда. То есть вот так вот раз-раз кусочками показала и все. В принципе, ничего такого особенного, такого нового нету, чтобы вас чему-то учить. Это все такое простое, то, что вы можете делать. Вообще, хочу сказать, мультиварка, конечно, это классная вещь. Вот для тех, кто на диете или кто худеет, там можно как раз-таки вот эти вот щадящие всякие приготовления делать, да, то есть и на пару там, и потушить, и то, и все. Я уже как-то говорила, у меня одно время была сломана печка, но еще давно я работала. И, наверное, около года вообще я готовила в мультиварке. И у меня получались все блюда, в общем-то, такие диетические, можно сказать, такое приготовление легкое, да, ничего жареного, так сказать. И да, я была вынуждена прямо находиться на этой диете, хотя и не планировала. И это было очень даже на пользу моему организму. Поэтому, если кто-то хочет похудеть, уберите сковороду подальше. У кого нет мультиварки, лучше ее, конечно, приобрести. И готовьте в мультиварке, и будете худеть. Ну, конечно, нужно отказаться вообще от сладкого, мучного, от выпечки, от таких вот быстрых углеводов. Ну, и от жирного тоже. А вообще мясо нужно, конечно, сократить, потому что в мясе много холестерина. Ну, не поправляются от мяса, но, тем не менее, конечно, много его слишком есть нельзя. То есть, где-то, ну, 100-150 грамм в день рекомендуется мясо. Рыбу там где-то около 170 грамм. Но это то, что мне врач говорила. Вот. Ну, в общем, где-то так примерно и буду придерживаться. Ну, вот и все, мои хорошие. На этом я видео хочу свое завершить. Жду от вас комментарии, жду от вас, может быть, какие-то рецептики, может быть, кто-то может подсказать. Так же на завтрак, на обед, и на полдник, и на ужин. Вот, кстати говоря, вчера перед сном немножко не удержалась, и я съела хурму. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. Самое главное, конечно, в состоянии голода спать ложиться нельзя, потому что, ну, это состояние голода, оно не даст спать. Поэтому что-нибудь можно вкуснуть, но такое вот немножечко, и что-нибудь легенькое. Ну, все, мои хорошие. Заканчиваю видео, жду ваши комментарии. Жду ваши рецепты. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан еще. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok